Я передаю слово Ельницкому Дмитрию, заместителю главного инженера по электрической части ОП «Перспектива». Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Ельницкий Дмитрий, тружусь в организации «Перспектива». Мой опыт в распределенной генерации порядка 8 лет. Я занимался и проектированием электростанций, и основное мое направление – это технологическое присоединение электростанций. Сейчас я занимаюсь эксплуатацией. Объекты от 1, даже, наверное, от 0,5 мегаватт до 25 подключали. Прежде чем мы начнем, я считаю, что многое зависит от восприятия вашей информации. То есть, когда я начинал в собственной генерации, в распределенной генерации, приходилось преодолевать некий скептицизм каких-то коллег. Со временем это прошло, поэтому здесь все люди серьезные, с критическим мышлением, что-то вам буду рассказывать. Вы то, что лучшее, то, что вам полезно, то, что вам именно нужно, берите себе, записывайте на карандаш, вопросы задавайте. Тоже, наверное, не на все ответим, но потом, я думаю, мы выпустим какой-то информационный бюллетень, сможем вам ответить. Все материалы будут доступны, то есть, это презентация в том числе. Говорить буду кратко, быстро, поэтому потребую буквально минут на 20 вашего внимания. Итак, начнем. Кратко расскажу про мою организацию. То есть, Перспектива – это крупнейший игрок в Челябинской области на розничном рынке электроэнергии. И, наверное, один из крупнейших на рынке коммунального теплоснабжения организации 8 лет. За 8 лет мы достигли впечатляющих масштабов. Установленная мощность собственной генерации составила порядка 70 мегаватт. Электрическая тепловая – порядка 300 мегаватт. Вот приведена табличка в тех зонах, где мы присутствуем. Мы практически 90-95% теплового рынка занимаем. Внизу приведена диаграмма. Видите, что когенерация, то есть, это те самые газопрошневые электростанции, которые производят электричество и тепло. Это порядка 55% от нашей выручки составляет. Суммарные объемы, выручки которых нам удалось добиться, это 1,7 миллиарда рублей годовая выручка за 2020 год. На экране представлены наши какие-то объекты. Наши объекты, которые у нас есть, это не все. Здесь приведена величина установленной мощности. То есть, это два объекта по 20 мегаватт Кослик-Арабаш. Это Троицкая котельная, которая снабжает теплом весь город Троицк. На ней сейчас мы ведем установку газопрошневой генерации 2 по 0,5 мегаватта. И два небольших объекта, 2 мегаваттных, это поселок Миясская, поселок Октябрьская. Как вы видите, все эти объекты сопряжены с котельными. И таким образом удается достичь максимальной эффективности собственной генерации. То есть, применение ее совместно с котельными увеличивает значительно, значительно увеличивает эффективность собственной генерации. То есть, если мы говорим про электрический КПД, это порядка 40%, может быть, 42% можно достичь на газопрошневых. Но вкупе с теплом удается достичь КПД порядка 80%. И тем самым собственная генерация – это очень выгодная, полезная, окупаемая вещь. То есть, вот, ократко пробежался, доказал вам, что собственную генерацию можно, нужно использовать. Она широко применяется. Это, наверное, слово сегодняшнего дня. То есть, то, что сейчас широко применяется, если мы говорим про накопители, это решение будущего. Здесь я подготовил небольшую диаграмму СНЭ как комплексное решение в области распределенной генерации. То есть, сегодня коллеги говорили о том, как добиться максимальной эффективности, как добиться кратких сроков окупаемости. И если говорить про СНЭ в контексте распределенной генерации, ставку нужно делать именно на многофункциональность. То есть, я выделил основных четыре направления. И, может быть, в каждом из них пока что СНЭ проигрывает каким-то классическим решением. Но если взять суммарно совокупный эффект, то уже сейчас СНЭ является тем решением, которое проектировщик должен просчитывать на этапе создания серьезного объекта собственной генерации. То есть, если вы планируете длительное время получать доход от собственной генерации, то есть, как, например, наша организация, то есть это наше основное направление деятельности, то накопитель должен учитываться. Итак, четыре направления. Это использование в системе собственных нужд газопоршневой электростанции, использование СНЭ как электрического демпфера. Сегодня отличная была презентация от Селуда. В общем-то, он об этом и говорил, об использовании СНЭ как электрического демпфера в изолированных системах. Также коллеги из АТЭМ-энергопромсбыта выступали касаемо управления электрическим режимом и применимости накопителей. И последнее, на чем я хотел остановиться, это аппаратная часть для создания электростанции SWIA. Сейчас подробно я каждый из этих моментов раскрою, мы о них поговорим. Итак, первое – это использование СНЭ как резервного источника электроснабжения для газопоршневых, то есть где он может применяться. То есть мы говорим о первичном запуске газопоршневой генерации в островном режиме, то есть это замена вспомогательной ДГУ, замена какой-то внешней сети, то есть те самые отдаленные, может быть, районы, которые есть. И если мы говорим в контексте нашей организации, такие районы у нас присутствуют. Даже у нас в организации мы занимаемся техническим обслуживанием энергоцентра 26 МВт в Курганской области, поселок Мартыновский. Собственно, мы обеспечиваем теплом электричеством агрокомплекс Мартыновский. Пока что он работает в автономном изолированном режиме. И, соответственно, в будущем мы сможем использовать накопитель электроэнергии вместо дизелей, вместо резервных источников сокращать свои эксплуатационные затраты. Помимо этого, СНЕ может и должен использоваться в системах собственных нужд при аварийном остановке. О чем я говорю? Вся газопоршневая генерация, сколько-нибудь крупная, содержит в себе масляные турбины, которые прогоняют масло через сердце газопоршневой электростанции, это газопоршневой двигатель. Соответственно, при аварийном остановке, особенно в аварийном режиме, когда у нас нет внешнего питания, масло в этих турбинах очень сильно разогрето, оно останавливается, циркуляция прерывается. И, соответственно, 2, 3, 4, несколько таких остановок очень резко сокращают срок службы турбин. То есть турбина выходит из строя. Если говорить про стоимость турбины, допустим, я знаю про те установки, с которыми работаю я. Это 10-мегаваттные установки Вартила. Стоимость турбины составляет порядка 15 миллионов рублей. Сроки поставки турбины порядка 100 дней. Соответственно, складываем 15 миллионов с той упущенной выгодой, которую мы могли получить. То есть это простой 10-мегаваттного блока. Цифры очень-очень серьезные. А если мы будем говорить про какое-то предприятие, которое не просто электроэнергию производит, но и использует ее в своем производственном цикле, тепловую электрическую энергию, то убытки просто могут быть колоссальными. То есть выход из строя одной какой-то очень дорогостоящей детали с длительным сроком замены сведет просто все на нет. И в этом контексте СНЕ уже не выглядит достаточно дорогой вещью. Следующее применение СНЕ видится нам, что в будущем СНЕ объединит в единую систему бесперебойного питания множество других подсистем к запрошневой электростанции. То есть те классические системы, которые мы знаем. Это система оперативного тока. То есть классические шкафы ШОТ для питания распредустройства, для питания релейной автоматики. Это резервное питание систем пожарной сигнализации, СПТ, системы контроля удаленного доступа, телеметрические диспетчерские каналы связи, питание систем автоматики управления самой электростанцией. То есть в ней в составе тоже есть свои бесперебойники. И непосредственное подключение какой-то очень ответственной нагрузки потребителя. То есть если вы работаете на какого-то ответственного потребителя, у него есть какие-то системы именно жизнеобеспечения, какой-то производственный цикл, который он не может прервать. То есть это будет зависеть от каждой конкретной ситуации. Но вы можете его напрямую действительно подключить к накопителю. Вот как у нас мы не можем прервать производственный цикл производства электроэнергии и тепла, собственно, по причине того, что у нас есть угроза, технологическая угроза оборудованию. Также такая ситуация может быть и у потребителя. И все эти системы, они в отдельности содержат резервные источники бесперебойного питания. И в будущем, как нам видится, что у нас будет не десяток, два десятка, три десятка бесперебойников, а у нас будет одна единая система бесперебойного питания, основанная именно на СНЕ. И я думаю, что в этом контексте удастся обеспечить окупаемость. Следующий слайд. СНЕ – это то, о чем говорила приводная техника, о чем говорил Севлод. Использование СНЕ как демпфера. Я максимально сжато дам информацию, потому что тут коллеги очень хорошо раскрыли. В общем, СНЕ может обеспечить статическую, динамическую устойчивость генерации. То есть при запуске какой-то резкопеременной нагрузки с высокими пусковыми токами, как в изолированном, так и в параллельном режиме, может случиться аварийный остановок газопрышневой генерации. Просто в силу ее перегрузки этими токами. Есть такое понятие – слабая связь генерации с энергосистемой. То есть когда мощности трансформаторов недостаточно, когда у вас длинные линии, линии недостаточного сечения. То есть поведение энергосистемы, работающего в параллельной сетью, будет близко к поведению системы в изолированном режиме. Мы думаем даже, что высокие перегрузочные способности инверторов способны поддержать газопрышневую генерацию при коротких замыканиях во внешнеудаленной сети, либо в сети низкого напряжения непосредственного потребителя на 0,4 кВт. Сейчас все эти замыкания приводят к аварийному остановку распределенной генерации. Если мы говорим про изолированный режим, то там будет все то же самое, только в гораздо более выраженном виде. Мы увеличиваем запас устойчивости автономно работающей энергосистемы. Отдельно стоит отметить первый пункт – это сглаживание неравномерности подачи нагрузки при первичном развороте ГПА. Я приведу пример именно из своей работы. У нас есть автономно работающий объект порядка 26 мегаватт, и, соответственно, у нас не всегда работает на такой мощности. Есть периоды загрузки и разгрузки, они довольно длительные, и нам приходится выдерживать именно заданную скорость набора мощности, то есть именно подачи нагрузки в соответствии с тем, как эта генерация может отработать этот наброс мощности. Соответственно, если у нас появляется накопитель, нам уже не нужно не так активно за этим следить. У нас есть довольно большой электрический демпфер, который поддержит газопоршневую генерацию при набросе мощности. Ну и последнее, о чем говорили коллеги, о чем говорил также все, это увеличение коэффициента загрузки генерирующего оборудования существующего, либо изначальная установка ГПА меньшей мощности, потому что сейчас зачастую, если собственник решает установить собственную генерацию в золирно-работающей энергосистеме, он берет генерацию с довольно большим запасом именно для ее надежной работы. Следующее направление применения СНЭ – это управление спросом, прогноз режимов генерации. На чем хочу заострить ваше внимание, основным ресурсом, на котором работает накопитель, является электроэнергия. И газопоршневая генерация является тем источником дешевым, которым вы можете его зарядить. То есть не обязательно покупать электроэнергию по 6 рублей условно из сети, если вы можете ее произвести дешевле 2 рублей и зарядить накопитель, и использовать тогда, когда вам это нужно. То есть газопоршневая генерация является наиболее перспективным, эффективным местом для установки накопителя. О чем говорили наши коллеги из Атомэнерго Промсбыт – это использование каких-то специализированных алгоритмов прогнозирования, использование специального программного обеспечения для выдачи электроэнергии мощности с накопителя в пиковые часы, когда стоимость высока. Соответственно, при использовании СНЭ можно достичь оптимизации именно продажной цены газопоршневой энергии. То есть у нас ночью нет такого спроса в энергосистеме, стоимость электроэнергии довольно низка, и гарантирующий поставщик, который у нас покупает в том числе электроэнергию, дает очень невысокую цену, и она довольно близка к ее себестоимости. В эти моменты мы можем накопитель заряжать, отдавать электроэнергию, соответственно, в часы максимума, в дневные часы, тем самым увеличивая продажную стоимость. То есть не произвести электроэнергию по рублю и продать, а произвести ее по рублю, продать ее по 6 и более рублей, именно в пиковые часы. Если говорить про оптимизацию режимов потребления, это как раз то, о чем говорили про энергосервис накопителей, это оптимизация графика нагрузки, создание максимально ровного, максимально прогнозируемого графика, и в конечном итоге мы можем перевести все предприятие на шестую ценовую категорию с почасовым планированием, с почасовым учетом. Стоимость электроэнергии будет, очевидно, ниже конечная. Экономию мы оцениваем условно в 3%, вроде бы величина небольшая, но если взять суммарно годовое потребление всего предприятия, 3% – это хорошая цифра. И в будущем, конечно, соотношение окупаемости, все об этом сейчас говорили, в дальнейшем стоимость накопителей будет снижаться за счет более широкого освоения производства, более массового их внедрения. Последний момент, который был на моей диаграмме, это СНЭ как аппаратная часть для ВИА. Вот здесь нарисована простейшая схема, из чего состоит электростанция на возобновляемых источниках. Это солнечная батарея, ветрогенератор и вот три в нижних части серых устройства. В общем-то, это, по сути, является СНЭ. То есть это гибридный инвертор, аккумуляторная батарея и BMS – это Battery Management System, именно контроллер заряда. И, в общем-то, покупая СНЭ, вы практически уже купили электростанцию. На возобновляемых источниках остается дополнить ее либо солнечной батареей, либо ветрогенератором. И вы можете заряжать свой накопитель, в общем-то, бесплатно. Если вы та организация, которая будет присутствовать на рынке долгое время, вы нацелены на серьезный результат, то это решение однозначно окупится. То есть здесь себестоимость электроэнергии упирается все только в себестоимость, по сути, железа. Топливо, как такового, оно бесплатно. Из нашего опыта и из моего опыта работы с собственной генерацией я составил такую таблицу. В ней отмечены типовые примеры собственной генерации. То есть первый столбик – это установленная мощность электростанции. То есть минимальный порог входа в собственную генерацию – это 200 кВт машины. Самая часто встречающаяся мощность – это 1-2 мегаватта. Собственно, у нас таких объектов два. Они чаще всего набираются из двух машин по мегаватту. Ну почему две? Потому что все знают, у нас двухсекционный режим работы. У нас чаще всего вторая категория электроснабжения потребителя. Следующий порог – это до 5 мегаватт. То есть 4-4,5 мегаватта набирается либо двумя машинами по два, либо одной по 4-3. То есть 4-3 мегаватта машины также у нас есть в работе. Это машины МВМ Австрия. Ну и верхний порог – это 20-25 мегаватт. Он ограничен, скажем так, законодательно. Все, что выше 25 мегаватт – это уже серьезная взрослая генерация. Собственно, в нашей организации он представлен двумя видами наборов. Это 2 по 10 мегаватт блоки Вартсила финские, либо 6 по 4,3 мегаватта – это МВМ Австрия в агрокомплексе Мартыновский. Во втором столбике представлена фактически генерируемая мощность. Вы можете увидеть, что она явно ниже установленной. Порядка 10-20% отличаются цифры. Чем это обусловлено? Это обусловлено оптимальным режимом работы генерации. Если генерация работает на мощности близкой к установленной, близкой к номиналу, это повышенный износ оборудования, это повышенный расход запчастей, это какие-то непредусмотренные ремонты. Соответственно, мы выбираем мощность порядка 80 мегаватт. Это оптимальная точка, когда моторесурс электростанции расходуется не так быстро. Соответственно, из этого мы исходим, что мощность СНЭ должна как раз дополнять установленную мощность электростанции, дабы не выходить за те пределы, которые у нас есть по технологическому присоединению. Сегодня коллеги из Атомэнергопромсбыта говорили о технологическом присоединении, о том, что если вы не превышаете ту величину мощности, которая была ранее разрешена, то технологическое присоединение не требуется. Ну и, соответственно, в последнем столбике приведена величина именно емкости СНЭ. Если посмотреть на цифры, то порядка 2-2,5 часов емкости накопителя нужно для успешной работы совместно с распределенной генерацией. Те из вас, кто слушали внимательно, кто следит за трендами, могли понять, к чему я клоню. Тренд 2020-2021 года – это активные энергетические комплексы. То есть все эти направления, которые я описал, они ярко присутствуют и встречаются в активных энергетических комплексах. Что это такое? В общем-то, это русское название аналог смарт-гридов, микрогридов, о которых мы ранее говорили. АЭК – это пилотный проект системного оператора нашей единой национальной энергосистемы. Это создание небольшой микроотдельной энергосистемы. Вот на картинке условно показано, видно, есть и генерация, и потребление, и несколько разнородных других потребителей. Условия для того, чтобы стать АЭК какие? Что у нас только один из объектов должен быть присоединен к сетям электросетевой организации. Чаще всего это как раз-таки объект газопоршневой генерации, чтобы иметь точку параллельной работы с внешней сетью. И там же будет находиться точка контроля за выдачей мощности, то есть точка потока раздела. Все объекты АЭК должны быть связаны между собой сетями, но эти сети не должны принадлежать территориальной сетевой организации. То есть в нашем случае это МРСК Урала. То есть все сети должны принадлежать тем субъектам, которые входят в АЭК. Ну и, соответственно, регулирование производства электроэнергии осуществляется интеллектуально как раз-таки на объектах распределенной генерации. Если у нас мощность превышает установленную, системный оператор принудительно отключает АЭК на изолированную работу. О чем стоит еще здесь поговорить? То есть основной смысл АЭК – это в том, что совокупная мощность всех потребителей гораздо выше мощности электростанции и гораздо меньше, чем та величина, которую он потребляет из сети. И основной экономический эффект содержится именно в том, что будет совершенно новый подход к оплате электроэнергии, оплате мощности, оплате услуг за поддержание сетей в работоспособном состоянии. Здесь тот же самый, по сути, АЭК, тот же самый модель смарт-грида от наших западных коллег. Если вы обратите внимание, газопрошневая генерация – это цифра 1, три блока в левой части. Накопители электроэнергии, о которых мы говорили, это цифра 6 и цифра 4. Четвертый накопитель маленький, используется в системе собственных нужд. 8 используется как общий накопитель. Внизу находится промышленная нагрузка, которая потребляет тепло и электричество. И здесь, собственно, представлено под цифрами 8, 8, 6. Это, ну, вы видите, ветроэлектростанции, солнечная панель и панель электростанции на геотермальных источниках. Все это вместе обязательно завязано на накопитель. Вот он в нижнем нашем углу отображен. То есть, используя все как комплексные решения накопитель, мы сможем добиться максимального экономического эффекта. И, в общем-то, перед вами модель будущего. То, как будут работать промышленные предприятия в будущем. То есть, мы уходим от традиционной энергетики и создаем несколько локальных, множество, точнее, локальных энергосистем, в каждой из которых присутствует и когенерация, то есть производство электричества, тепла, и возобновляемые источники. И все это завязано именно на СНЕ, как на электрический демпфер, как на систему накопления, как управление спросом, как резервный бесперебойник. Собственно, все, о чем я говорил, эти же выводы вот здесь, они приведены. То есть, это выгода от использования СНЕ и АЭК. Я не буду еще раз на этом останавливаться, время очень мало. Подытоживая, нужно сказать, что эффект модели АЭК основан именно на изменении принципа оплаты. А СНЕ и собственная генерация технологическую, техническую, технологическую основу для этого дает, для создания таких систем. В завершении совсем немного инфографики. В верхней части это динамика цен на электроэнергию с 1998 по 2012 год. Взял из литературы, вот красным обозначена точка 2012 года. Рост цен на электроэнергию с 1998 по 2012 год составил 12 раз. Если в ценах 1998 года. В дальнейшем прогнозировался двухкратный рост. Ниже приведена та же самая, по сути, диаграмма. То есть, это стоимость электроэнергии. Ну, без оплаты услуг по передаче, без сбыта. Это данные от системного оператора с 2012 года по текущий момент и с прогнозом до 2028 года. Как вы видите, прогноз оправдался полностью. С 2012 года по текущий момент это двухкратный рост. Он обусловлен различными факторами. В том числе это и дальневосточные надбавки, крымские, калининградские. Это ввод ВИА, ввод новых электростанций. В общем, основной смысл, который я хотел заложить в эти графики, в том, что в дальнейшем стоимость электроэнергии будет расти. Следующий график – это прогноз развития АЭК на 2020-2028 год. Как вы видите, сейчас мы находимся в абсолютно стартовой точке. Суммарный объем микрогридов сейчас не превышает 100 мегаватт. Это абсолютно ничтожная величина в масштабах нашей энергосистемы. В масштабах 130 гигаватт. Но вы видите взрывной рост за ближайшие 8 лет в 14 раз. И он начнется буквально через 5 лет. Соответственно, какие тенденции я вижу? То, о чем мы говорили. Постепенный рост стоимости электроэнергии – это в районе 5% в год. Постепенный вывод объектов традиционной генерации из энергосистемы в связи с износом, с устареванием. Сейчас очень много блоков даже вообще в год не заводится ни разу. По причине того, что разворот этих блоков весьма дорогостоящий. Электричество с них слишком дешево стоит. А себестоимость эксплуатации высока. Что еще я вижу? То есть дальнейший устойчивый рост распределенной генерации, в том числе на возобновляемых источниках, в мире и в нашей энергосистеме, в российской в частности. То есть наша организация там уяркий пример. То есть всего за 8 лет у нас очень хороший рост. И мы не планируем на этом останавливаться. У нас большие далеко идущие планы. Я здесь думаю, никто не сомневается в том, что уже распределенная генерация – это решение сегодняшнего дня. Она никуда не исчезнет и будет в дальнейшем только расти. Какие еще моменты? Ну, сегодня много говорили о снижении стоимости ячейк литий-ионных батарей. В районе порядка 5% в год мы ожидаем рост удельной емкости литий-ионных батарей. Там от 5 до 10%. Все мы наблюдаем, что батарей в наших телефонах с каждым годом становится все больше и больше. Конечно, может быть, их хватает все так же на один день. Но именно показатели растут, удельные показатели емкости литий-ионных батарей. Основной вывод, что благодаря своей многофункциональности СНЭ становится неотъемлемой частью объектов распределенной генерации и АЭК. Именно мы должны делать ставку на многофункциональность. Рассматривать СНЭ для какого-то отдельного примера, для какого-то одного направления – это просто нецелесообразно. Мы должны именно обеспечить комплексный подход. Ну и уже сформирован запрос потребителя именно на создание таких автономных энергетических комплексов. Уже пилотный проект от системного оператора запущен. Уже этот положительный рост есть, но он нуждается во всесторонней поддержке. И каждый в своей презентации сегодня эти запросы, скажем так, отразил. Я к ним перейду сейчас. То есть первое, что мне видится, какие задачи мы должны решить – это создать законодательную базу для применения СНЭ. Сейчас пока что эта вещь новая, абсолютно новаторская. И мы сталкиваемся часто с законодательными вопросами, как трактовать, что такое СНЭ. Это уже вопросы к нашим больше законодателям. Второе – это создание экономической правовой базы именно для облегчения внедрения СНЭ. О чем я говорю, что поведение таких потребителей ответственных, кто прогнозирует свой режим, кто вводит такую новаторскую политику, создает автономный энергетический комплекс. Это должно быть поддержано именно в экономическом смысле. Очевидно, что ответственный потребитель с прогнозируемым графиком во всех смыслах выгоден энергосистеме. Поэтому хотелось бы, чтобы это было отражено в каких-то тарифах или, может быть, финансовых преференциях для такого бизнеса. Третье – это создание научной и образовательной базы ПАСНЭ. В нашем контексте, в нашей области научная площадка – это, конечно же, концерн-приводная техника. Они обеспечивают разработки. В дальнейшем это должно получить только самое широкое развитие. Про образовательную базу отрадно видеть, что наш Южноуральский государственный университет вводит такие предметы, как накопление электроэнергии. И в дальнейшем это должно стать штатным предметом в том наборе знаний, которые дают нашим выпускникам. Четвертое – это развитие научных и промышленных разработок СНЭ, гибридных инверторов и БМС. В общем-то, задел есть у приводной техники. Мы надеемся, что это будет и в дальнейшем. Он расширен. То есть не только говорим о СНЭ как о конструкторе, который мы составляем из западных комплектующих. Именно мы говорим о локализации производства полной. Если говорить про локализацию, нам нужно массовое и дешевое производство именно литий-ионных ячеек, литий-ионных батарей. Мы не должны их покупать за рубежом. То, о чем говорили коллеги. Мы должны снизить все составляющие части СНЭ. Все составляющие части СНЭ именно локализовать. И тогда мы сможем презентовать СНЭ как именно конкурентоспособный инструмент. Следующее – это создание нормативных актов, именно отраслевых я имею в виду, стандартов в области релейной защиты, автоматики, управления режимом. Пока что эти стандарты отсутствуют. Единого подхода у нас нет. Нам предстоит быть в этом плане новаторами, первопроходцами. Хотелось бы, чтобы те люди, которые ответственны за составление нормативных актов, уделяли большое внимание именно СНЭ. Последнее, о чем я скажу, это создание универсальных многофункциональных микроконтроллеров отечественного производства. Чтобы они отвечали нашим национальным стандартам, как раз той нормативной базе. И достижение высокого уровня интеграции и цифровизации в области именно распределенной энергетики. То, о чем говорил Всеволод, к тому, что в конечном итоге мы должны объединить в единую интеллектуальную сеть и накопители, и дизель-генераторы, и распределенную электроэнергетику, и систему бесперебойного питания. То есть СНЭ должен обладать мощным российским многофункциональным контроллером, который обеспечил бы ту самую гибкость и то самое широкое применение накопителю именно во всех его сценариях. Это должна быть одна единая система, а не 10 раздельных систем, которые общаются между собой на разных языках. Ну и в общем-то все это нас подводит к тому, что у нас должно быть сотрудничество и кооперация по СНЭ как на уровне бизнес-бизнес, так и на уровне бизнес и государства. То есть здесь ярким примером выступает предшественник нашего государства, это Советский Союз. Хотелось бы взять от него лучшее то, что была эта высокая кооперация, высокая скорость внедрения новых технологий, когда все части государства и бизнеса, то есть предприятия на местах, работают над единой общей задачей. Подытоживаю свою презентацию, цитатой нашего лидера, президента Владимира Путина, он сказал, что нужно сделать так, чтобы инновационная составляющая развития России была главным драйвером ее развития. Само собой, Россия должна быть очень восприимчива ко всему новому во всех сферах. Ну и вот я вас, коллеги, призываю к тому, что будьте восприимчивы к тому самому новому. Уже сейчас каждый из нас должен в своей профессиональной среде, в промышленной среде формировать устойчивое мнение о том, что накопитель электроэнергии – это слово будущего. И уже сейчас мы должны задумываться и закладывать задел на то самое будущее, которое мы вместе строим. Спасибо, я жду ваших вопросов. Да, Дмитрий, спасибо. Вот вопрос, поступивший из сети. Применение системы накопления энергии для оптимизации максимальной мощности при технологическом присоединении подразумевается в качестве мероприятий сетевой организации или заявителя? Еще раз, а оптимизация? Вот вы осуществляете тех присоединения, используете СНЭО. Вот это мероприятие, оно на чьей стороне? Сетевой организации или заявителя? Я считаю, что здесь зависеть будет абсолютно от инициативы. То есть сейчас и у сетевой организации имеется запрос на установку СНЭО и у потребителя. Но я думаю, что именно конкретно в этом случае это все-таки будет на стороне потребителя. То есть установка СНЭ – это его личный шаг, его личная воля. То есть я думаю, что здесь никто никого заставлять не будет, но я думаю, что инициатива должна искать именно из потребителя. То есть заявителя все-таки? Да, да, я думаю, что это инициатива заявителя, но ничто не мешает сетевой организации самостоятельно устанавливать СНЭО. Я думаю, просто это чуть в более отдаленном будущем они к этому придут. Спасибо. Коллеги, вопросы? Да, конечно. А микрофончик будьте добры, чтобы слушатели тоже нас в онлайн могли услышать вопрос. Спасибо большое за презентацию. Я, наверное, продолжу нести флаг сдержанного скепсисизма сегодня. У меня два вопроса. Первое в части АЭКов. Красивая кривая роста до 28-го года, тем более, если еще туда и применить накопитель, то это вообще красивая история. Но по состоянию на середину 21-го года, насколько я знаю, пока ни одной площадки под АЭК не найдено. Кроме того, вопрос АЭКов решает, с одной стороны, задачи потребителя по снижению ценника, но, с другой стороны, приводит к выпадающим доходам из сетевой организации. И вот здесь, на мой взгляд, это сдерживающий фактор, который пока не позволяет АЭКу широко развиться. Вот поэтому, это вот первая часть вопроса к вам. Верите ли вы в эти криви? Уже отвечать. И вторая часть вопроса. Все-таки переходя к здравому зерну на горизонте не 28-го года, а ближайших двух лет, где вы видите самую перспективную сферу применения накопителей. Спасибо. Спасибо за вопрос. Начну с первой его части. Касаемо АЭК. Заявки на создание АЭК в нескольких регионах системный оператор, как мне известно, уже собрал и начинает над ними работу. В Челябинской области АЭК представлена площадкой организации, это конкретно группа компаний МКС, территориальная – это малая сосновка. Ими планируется создание АЭК с первоначальной мощностью 2 мегаватта, с дальнейшим расширением до 20 мегаватт. То есть это пока именно в стадии внедрения. То есть я, насколько знаю, именно 2021 год – это начало работ системного оператора именно по внедрению АЭК. То есть площадки есть. Более того, я вам скажу, есть площадки, которые не заявились. Например, в моей организации я много раз упоминал агрокомплекс Мартыновский. Он прекрасно бы для этого подошел. Просто мы сейчас сфокусированы немного на другом в конечном результате. Просто сами понимаете, АЭК довольно новаторская вещь. И мы не могли себе позволить экспериментировать на столь огромном объекте. Все-таки 26 мегаватт мощности, 14 гектар теплиц – это серьезная вещь. Мы решили пойти классическим путем, скажем так. То есть площадки есть, мы с этим определились. Уверен, что проект по АЭК состоится. Касаемо того противоречия финансового, что АЭК получится невыгоден для сетевых организаций. Здесь вы правы. И давно назревает некий пересмотр нормативной и законодательной базы в части оплаты за поддержание сетей в исправном состоянии. Обсуждаются различные идеи. Уже давно и оплата резерва за мощность, введение какой-то брони. Но пока, насколько мне известно, это все еще в стадии разработки. Я надеюсь, что в дальнейшем это финансовое противоречие будет устранено. Это именно то, о чем я говорил в выводах своей презентации. О том, что мы должны подготовить и законодательную, и нормативную, и финансово-экономическую базу. Я имею в виду в том смысле придумать модели того, как это все должно работать в здоровом обществе, здоровом государстве. И приносить доход каждому из участников рынка. То есть участь интересы всех. Это касаемо первой части. Касаемо второй части, где мы видим применение в ближайшие два года. Мне кажется, что сейчас уже то, чем занимается приводная техника, это использование именно накопителей на буровых установках. То есть работа с резкопеременной нагрузкой. Это уже сейчас ликвидно. Это уже сейчас оправдано. И это реально приносит деньги. Я вижу, что в ближайшие два года можно заняться этим уже сейчас смело. Второе направление, которое мне видится, но я, может, и не так глубоко изучал и интересовался, это все-таки электротранспорт. Обратите внимание на то, что в Европе люди стали использовать как накопитель свои Tesla-кары. И заряжать их от них, использовать их как ИБП. То есть я думаю, что накопители получат широкое распространение именно в контексте электротранспорта. Ну вот это мне видится. Вопрос с собственной генерацией все-таки связан с большими мощностями, я думаю, с очень серьезными деньгами. Он требует именно государственного регулирования, именно вмешательства. Я думаю, сейчас все будет зависеть от успеха эксперимента именно с АЭК. То есть я уверен, что к микрогридам мы перейдем однозначно. То есть именно к диверсификации сети, к децентрализации, это однозначно. Тенденция будущего вопроса только во времени. Графики, может быть, я понимаю ваш скептицизм, что каждый там использует при построении графиков свои прогнозы, свои коэффициенты. Но так или иначе, что кривая пойдет вверх, я уверен, абсолютно. Спасибо. Спасибо, коллеги, еще вопрос.